Дрова в Голицыно готовят летом, начиная с 19 века, времени основания села. Правда, в этом году они могут уже не пригодиться. Сюда подвели газовые трубы. Но когда и каким образом голубое топливо придет в каждый дом? Это был первый вопрос, который жители села задали мэру. На встречу позвали и подрядчиков, которые подтвердили, газ пустят до начала отопительного сезона. По распоряжению Анатолия Пахомова заявление на выдачу технических условий жителям Голицыно помогут бесплатно написать специалисты. Для этого они приедут в село. Стало понятно больше по газу. Были страхи, что очень дорого будет, и мы не все пооткажемся. А теперь реально все понятно стало. Мы все с удовольствием приедут, нам бумажки дадут, фирмы нам подадут. И мы все сделаем. Порядки мы дома наведем. Насчет порядка во дворах речь зашла не случайно. Сделать их опрятными условия своеобразного социального договора между властью и жителями Сочи. Ваша задача? Мы сделаем газ, мы сделаем дороги. А вот во дворах фасад, заборчик. Это надо сделать. Вы посмотрите, когда едешь, я еще раз говорю, газ для чего делается? Газ делается для того, чтобы облегчить быт. И газ делается для того, чтобы в последствии вы занялись сельским хозяйством, теплицей. Развитию подсобного хозяйства будем помогать, говорит глава Сочи. И в Голицыно и в других селах планируют возродить заготовительные конторы, которые будут закупать у жителей села овощи и фрукты. Некогда эта контора располагалась в центре, на улице Батайской, напротив школы. Почти каждая эпоха оставила свой след на улицах села. Вот эта улица получила название в советское время. Школа, которая стоит на ней, основана еще до революции. Все 200 учеников 48-й школы сейчас на каникулах, ну а классы уже готовы. Старое здание после ремонта прослужит еще немало, считает директор школы Татьяна Михайлова. Крышу заменили, пол укрепили. Во дворе школы современная спортивная площадка, работает теплица. Когда есть хозяин, все идет впрок. Вот вам школа, которая, правда, зайти можно. Хоть он маленький, классы, понятно, что наполняемость небольшая, но здесь есть все. И кондиционер где-то нужно, и оборудование. Благоустройство идет и в соседнем лесном. Сюда также проводят газ. Обсуждается и возможность пуска дополнительной маршрутки. Тем более, что руководители организации, которая проводит голубое топливо, пообещали, дороги по окончанию работ они восстановят. Ольга, 10-го, телекомпания, ФКТ. Ольга, 10-го, телекомпания, ФКТ.